Да, этого нет, и у этого нет такого выражения. Но вот этот продукт, так скажем, божественный, он является наиболее востребованным при абсолютно любого индивидуума, при абсолютно любого человека. Вообще не важно, богатый, бедный, все слои общества, которые вообще не снуждаются, вот в этом нечто. Эта нечто является силой такой энергетической, которая в буквальном смысле, если она входит в человека, человек начинает расцветать, наполняется уверенностью, наполняется силами, наполняется таким пониманием, что, блин, жизнь такая разноцветная, жизнь вообще классная. А при недостатке, это вот эквивалентка в людям, люди начинают угостать, такие, вы знаете, вообще-то, короче, знаешь, не хочется никуда ходить, что-то у меня настроение плохое. Вот, и жизнь, какая цель космическая, я не говорю, что она ищу меня, просто я как бы проводник этих знаний, но есть такая космическая цель научить всех людей, во-первых, концентрации этой энергии внутри тебя, это первое, ну, то есть, чтобы человек, как лампочка, как бы начал разгораться, вот. Греки даже имеют, короче, такого бога или божества под названием, короче, Гермес, который, по-моему, Гермес, который, а, Гермес – бог того, и, хорошо, а кто из богов принес людям огонь? Прометей, да, я так и знаю. Прометей, да? Ну, наверное, Прометей, да. Короче, суть такая, что у греков есть этот бог, который якобы принес людям на землю огонь, и люди же большинство как думают, вот, наверное, вот такой вот огонь или еще какой-то огонь там, да, или еще какой-нибудь там фасел, а мифология, мифология, как сказка или как сказание, оно всегда подействует о вещах мистических, вот. И даже, короче, смотрел такой мифик, где, короче, Прометей приносит огонь, и там показывается, что огонь возгорается между мужчиной и женщиной, и вот, короче, они бегут, там этот огонь, короче, знаешь, там в водопад, какое-то наводнение, они, короче, пытаются этот огонь спасти, и, короче, этот огонь символизирует любовь между ними, и вот они там спасаются, короче, у них там остается маленькая искра, и, короче, они потом разжигают весь мир. Вот, короче, суть такова, что эту энергию люди называют любовью, но это намного больше энергии, чем вообще казалось бы. Это вот вообще просто сила, короче, в человеке. Вот, мы называем эту силу энергией жизни. Да, я, пожалуй, тоже, для общего потомка. Пожалуйста. За силу, за силу, это просто вами. Пожалуйста. Силу, дитя, 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 дитя. Да, это энергия жизни. Когда она, короче, когда ты просыпаешься, и начинаешь ее в себе чувствовать, у тебя возникают такие ощущения, что что-то в жизни поменялось, сам не могу понять, но что-то изменилось, и у меня, короче, есть желание что-то творить, что-то делать, как-то, что-то появилось у меня там, да? И, в принципе, могу сказать, что кто-то, вот, кто-то с этим сталкивается раньше, кто-то с этим сталкивается позже, но сейчас я вижу, что это начинает происходить чаще. И хочу самое главное, что сказать, что это, конечно, космический эквивалент. Это вот самая натуральная космическая энергия. Вот есть лампочка там, да, есть, короче, Wi-Fi там передает, он там железный, короче, как-то железо с ним взаимодействует. А есть, короче, вот биоробот. В нем тоже протекает много разных энергий. Но есть вот такая вот некая энергия, которую люди называют любовью, которая вообще способна вот с этим телом делать такие вещи, что он вообще просто. Я бы мог бы не называть это даже не любовью-то, мне не важно. Ну, так вот люди привыкли, что это, короче, типа космический год. А так, вообще, в принципе, это энергия жизни. И в чем смысл? Что именно эта энергия, именно эта энергия является самым главным источником внутри человека, которое только если у него есть все, больше ничего не надо. Ни денег, ни еды, ни сна, ни еще чего-то. То есть ты становишься воплощенным Богом на земле с помощью вот этой энергии. И вся суть заключается в том, чтобы найти, где, короче, там она в глубине тебя спрятана, распаковать ее и сделать так, чтобы ты был с ней наполнен. Можно со мной сразу сказать, что нет, блин, это невозможно, это так сложно, никто до этого на 15 недель, и все в таком духе. Я могу сразу сказать, что это возможно, это реально можно достичь. И скажу самое главное, что это в нынешнем времени будет происходить все чаще и чаще среди людей, до тех пор, пока не произойдет некий, такой, скажем, процесс, заметный для всего человечества, который будет называться второе пришествие Христа. И эта сила или эта энергия, энергия жизни является спасителем для всего человечества, потому что без нее люди будут деградировать и так останутся спящими роботами. Вместе с этой энергией космической, конечно, люди станут богами. Не один Иисус будет на Земле, а тысячи Иисусов. Вы себе просто представьте, тысячи Иисусов пройдет на Земле. Да, и еще самое главное, каждый запрограммирован на возможность того, что это активируется внутри него. И я вот сейчас в своих путешествиях занимаюсь исследованием именно этой темы. Как сделать так, чтобы энергия жизни внутри себя отсталковалась полностью? И, конечно, как ее передавать от человека к человеку? Как рационировать, короче говоря, людей? На каком уровне? На уровне сознания? Или на уровне телепатии? Или, может быть, там еще на каком-то уровне? Ну, можно сказать, что уже есть значительные зведи. То есть я уже вижу, как это работает, уже вижу, как это передавать, как это работает. И это, конечно, вообще магия, просто в высшем смысле этого слова. Никакие деньги, никакие активы не могут вообще с этим сравниться. Там ни крутая тачка, ни крутой дом, ни куча бабла вообще выглядят настолько примитивными по сравнению вот с этим нечто, что просто она, хочется, когда это появляется, просто оставляешь все, занимаешься только этим. И, в принципе, мы здесь очутились вот так вот вместе. Мы занимаемся именно этим, развитием именно этой темы информации. Поэтому где-то в внутренней голове можно подсказать, что если есть такое ощущение, что попробуйте, это именно то, то смело надо на это согласаться.